Обшарпанный павильон на фоне исторического здания. В этом киоске никто не торгует уже лет пять. Незаконная постройка только портит вид. О том, что ее будут сносить собственника, уведомили. Правда, он сейчас далеко за пределами региона. В Ленинском районе свыше десятка нелегальных павильонов. Все их планируют демонтировать. Как это такие объекты появились на территории города Самара, очень много сменились предпринимателей, которые отчасти не знают, что объекты незаконные. Мы аккуратно подходим разъяснениями предпринимателей, что пред, когда они пойдут занимать такие площади для своих деятельностей, они внимательно изучали документы, по крайней мере, обращались в любое время администрации районов, чтобы понимать, что объект законно-незаконный, хотя бы люди не будут тратить свои деньги на незаконные объекты. Чтобы вывести этот павильон, усилий требуется немало. Объект негабаритный. Его сначала нужно разобрать. Демонтаж киоска обходится городу почти в 8 тысяч рублей. Всего в Самаре незаконных построек около 400. Большинство из них планируют убрать с улиц города до конца года. Со всеми собственниками проводятся предварительные беседы, кого удается найти. Всем им предлагается самостоятельно очистить территорию. Очень много людей стали взаимодействовать с администрацией, с департаментом. Многие убирают самостоятельно. То есть в этом году порядка 100 объектов убраны собственниками самостоятельно. В первую очередь городские власти вывозят незаконные павильоны с улиц, пролегающих на туристическом маршруте. После демонтажа территорию планируют благоустроить. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.